Здравствуйте, уважаемые зрители и участники проекта «Слава Созидателям!» Меня зовут Герман Герман и сегодня я общаюсь с Трофимой Глиной Александровной. Здравствуйте! Здравствуй, Герочка! Раскрытие ваше детство. Детство я не помню четко, я только помню, как я отца провожала в 41-м году. На Великую Отечественную войну. Он служил на Дальнем Востоке, война с Японией была, и он там пробыл 6 лет. Потом он нас вызвал, жили мы в глубокой деревне, трое у нас детей у матери было, еще мамни и сестры трое, бабушка с нами была, женщины работали. Вызвал он нас на Сахалин, Южный Сахалин. И мы там приехали через Владивосток, впервые на корабле переплывали. И вот познала я эту всю красоту, конечно, после деревни, такое величие, и приехали в город. Город называется портовый город Корсаков. И мы там жили. Там мне приходилось и на нерест на рыбу ходить с отцом. Ну, очень интересно там проходило время. Ну, мама заболела, и нам пришлось выехать. Там большой процент кислорода не хватало, не хватает. И мама не смогла под состоянием здоровья. И мы уехали. И отец привез к себе на родину. Вот за Шарипова там была деревня Кадат, и они жили там. Ну, там в то время уже снесли деревню, и мы приехали. Станция Копьева, она и сейчас живая. И отец работал в леспромходе. Мама, это секретарем была в кадрах, а отец на вывозке леса. Ну, выросли мы там. Оттуда я уехала, читала газету Хакасия. И вычитала, что открылся институт в Абакане для лесной промышленности. Я со слезами выпросила, чтобы не получили паспорт. Мне уже было 18 лет, так как я первый класс дважды начинала. Бросала, нечего было носить. Вот, период войны. Ну, кое-как меня отпустили. Отпустили, боялись отпускать. Все около мамы, папа была. И вот там я училась. И там пришел мой будущий муж с армии, отслужил. И мы дружили полтора года, и потом поженились. К окончанию уже института родился ребенок. Ну, когда начались распределения, то на стене мы увидели все лесопромхозы и почтовый ящик 9. Ребята взрослые подошли и говорят, не вздумайте в почтовый 9 ехать. Там заключенные. Ну, мы, конечно, сразу отвергли это направление, не стали брать. И поехали в Трест, в Канск. Нам дали такую дыру с заключенными работать. Те, которые отбыли и на поселение осталось. Вот тут я прошла такую школу за 5 лет. Комары сплошные, болота. Муж механиком. Там я начинала с десятника работать, должность такая была раньше. Потом мастером, потом прорабом. Вот. Был случай, пожар у нас был на нашей улице. И к ней приехали родственники с Красноярска, 26 туда уже. И они ее забирали туда. Жили у нас на квартире, так как жить нет. И он сказал, а нам нужны в ГАИ специалисты с образованием. И моего мужа взяли туда. Через 6 месяцев он вызов мне сделал. Я приехала туда в город с ребенком. Мальчику было уже 6 лет. Ну, месяц прожила. Никто на работу нигде меня не принимает. Но все равно нужно было слово за меня сказать. И вот начальник ГАИ сказал мужу, почему у тебя жена-то не работает. Мы не знаем, как устроиться, где устроиться. Он позвонил куда-то. И я пошла. Это было ГХК, оказывается. Начальник отдел кадров был Суринов. И меня тогда взяли в ГЖКУ. Тогда не ГЖКУ было, а ЖКО. Жилищно-коммунальный отдел был только от ГХК. И я вот начинала так. Ну, пошла на жилье работать, на эксплуатацию, так сказать. По эксплуатации я ничего не знала. Но быстро обучилась. Где-то в течение двух месяцев читала литературу. Подключились ко мне другие работники ЖКО. Обучили меня. И была горячая пора. Сдавали жилье по адресу молодежной 9, 9А, 11. Вот этот комплекс был потом молодежной 15, 15А, 13, 13А. Как раз в июле месяце, с 1 июля начали выдавать ордера. Сдали жилье для работников ГХК, я помню, ГРЗ. И вот шли с маленькими детками на руках, получали ордера. И мы занимались заселением домов. Но новое жилье сдавали. Мне довелось пообщаться с такими работниками, с исполкома. Гидроиц был такой. Сейчас он в Москве живет. Вот. И Штефан стройка ведал. Они на сдачу жилья всегда приходили. И вообще в течение строительства, ну, под наблюдением все это было. Штефана очень боялись. Прорабы, начальника участка, они так репетировались, все старались сделать. Солдаты были тогда. Солдаты на эксплуатации были, на недоделках по квартирам, по подъездам. Вот. Технические подвалы там большие. Обслуживали они, помогали нам. Пока слесарей набрали. Ну, от ГХК работников как бы командировали. И у нас начиналась своя контора, так сказать. Вот я там проработала 10 лет. При мне еще центральный проезд дали. И начали девятиэтажки строить. По Кучатова, по Восточной первую девятиэтажку. И я так устала от этой эксплуатации и ушла. А эксплуатация, чем была трудна была, приходилось тараканов травить. Раздавать это, ну, отраву. Мышей, блох в подвале. Собрание проводить. Засоры эти всякие. Жильцы были у нас с деревень заселены. Они не умели канализации пользоваться. Сыпали туда. Как орех пошел, так орехи там. Шелуха это. Мандарины. И вот слесаря наши и мучились. Чистили все. Ну, работа была живая, быстрая. Я имею от ГЖКУ. Тогда уже образовалось. Нас отделили от ГХК. И образовался жилищно-коммунальный отдел. Закрылся и жилищно-коммунальная контора. Уже потом ЖЭКи образовались. Жилищно-эксплуатационная контора. И весело было, интересно. И дружины, и собрания, и товарищеские суды были при ЖЭКе. Сейчас этого ничего в ЖЭКах нет. Сейчас работает им хорошо. Не выходя из ЖЭКа, не знают, что на твоем доме делается. Мои работники техники знали от и до. И все, и электрики, и сантехники у меня были в первое время. А потом уже стали разделяться по специальностям. Отводить, значит. Начальник был у нас конторы уже. Потом я уже старшим инженером работала. А потом уже начальник ЖЭКа у нас был. И начальник, ну и паспортисты все были. Уже набрали народ, было легче. Ну я ушла на другую работу. Поработать с проектами. С народом устала просто. Ну вот со Штефаном плотно общались. Он всегда приходил, спрашивал, ну какие жалобы есть. В первую очередь обращался. Сам лично проходил несколько квартир. И там вперед его ходил, записывал все недоделки. И потом делали планерки. Ну вот такие вот хорошие люди мне попадались. К ЖЭКу я получила награду. Была часто поощрена. На доске почета городской была. И на доске почета исполкома была. Потом я получила медаль в честь дня рождения столетия Ленина. И являюсь ветеран Российской Федерации. Ну на жизнь не жалуюсь. Живу на пенсии. Веду, вела общественную работу. Была, как бы тебе сказать, от Совета ветеранов. Общались с пенсионерами. У нас округ был от ЖЭК-4. Свои улицы у меня были. И до сих пор общаемся. Ну, сейчас сижу на пенсии. Хожу в театр, в кино. Не пропускаю никакие торжества городские. Так что жизнь удовольна. В каком городе вы родились? Город Спаск-Дани. Это Приморский край. У меня-то лично двое детей. Сын и дочь. Двое внуков. Внук и внучка. Дочка и внучка работают на ГХК. Тоже почитаемые люди. Не жалуются. Как вы выбрали свою профессию? Профессию я выбрала технологом работать. В лесной промышленности. А технологом, значит, я должна была на лошади деляны выделять для вырубки леса. А когда приехала, а я была девушка спортивная, меня сразу на спорт, директор технику, института сам принимал. И говорит, какой с тебя там технолог, давай-ка будешь на строительном факультете. И мне не дал туда идти. И сдавала я экзамены на инженера-строителя. Где вы учились после школы? Город Абакан. Акасия. Как вы впали в наш город? В каком году? В наш город я приехала. Так, 16 апреля 1964 года. В 1965 году у нас дочь родила здесь. Муж работал в ГАИ. Каким был ваш город в те годы? Ой, для меня была сказка, когда я приехала сюда. Во-первых, я не видела колбасы, столько конфет, мороженое. И мы с сыном все это старались поедать. Жили мы в доме со шпилем первое время. И театр напротив был. И все программы мы с сыном ходили смотрели в театр. Вот какой спектакль новый мы обязательно посетим. Ну, раньше не завозили артистов с других городов. Поэтому мы пользовались только своим театром. Детского мукольного театра тогда не было. Был кинотеатр «Родина» и «Спартак». Вот часто ходили в кино. Город, сказка для нас была. Мы такие счастливые и довольные. Как я то ругала время, когда послушала ребят, которые сказали, не ездите сюда, там заключенные работают. Ну, мы с такими заключенными работали. Все повидалось. Меня и замыкали. Ну, требовали приписками, чтобы я занималась побольше зарплаты. Но я другой путь нашла. Я тщательно изучала СНИПы, тщательно изучала расценки. И они хорошо получали. Ну, оставили меня в живых. Я думала, оттуда не уеду. Какие интересные события происходили во время Вашей работы? Ой, мы занимались всем. Самодеятельностью занимались, спортом занимались на работе. Раньше коллективы соревновались. Пятилетки всякие были. Жизнь была насыщенная и интересная. Были интересные люди. Может быть, Ваше руководство? Ну, руководство у меня было неплохое. Учили нас всегда. Экзамены мы сдавали. Ну, вот два человека в жизни были. Гидроид и Штефан. Мне очень помогали они при встрече. Имеете ли Вы какие-то награды? Ну, я рассказала. У меня есть медаль столетия с рождения Ленина. Почетный грамот много у меня. У меня трудовая, исписана наградами. Спасибо Вам за интересную беседу. С Вами был Герман Герман. До свидания. Спасибо тебе. История атомных городов должна быть сохранена для сегодняшнего и будущих поколений.